Очень важно, чтобы дети с тяжелыми диагнозами чувствовали заботу и внимание. Православный священник, отец Александр Ткаченко, принял эту нужду близко к сердцу. И вместе со специалистами-единомышленниками в 2003 году организовал первый в стране детский хоспис. Это не только и не столько медицинское учреждение. Это учреждение, которое призвано охватить каждую сторону жизни пациента и сделать так, чтобы было не больно, не страшно, не одиноко. Нынешнее здание рассчитано на 9 детей. Вместе с ребятами в палатах, оборудованных самым современным оборудованием, могут находиться их родители. В гостиной мягкие диваны, в игровой комнате цветомузыка, сухой бассейн, сенсорные развивающие панели. Здание, построенное до революции на территории парка «Мариенталь», было разрушено в годы Второй мировой. И вот теперь в этих стенах детский хоспис. Бюджет строительства – 180 миллионов рублей. Доброе дело творили всем миром. Объединив усилия государства, крупных компаний и частных предпринимателей. Есть начало жизни, есть конец жизни. От нас, живущих, зависит то, как мы устроим жизнь людей на земле, и то, как мы будем прощаться с ними тогда, когда они рождаются в лучший мир. Исцеление детей в хосписе возможно, но маловероятно. Таков вердикт медицины. Сюда попадают детишки с очень серьезными диагнозами, в частности с онкологией. Однако история знает случаи, когда болезнь отступала. Когда с усилиями медицинских и немедицинских сотрудников пациент живет наполненный событиями жизни, когда жизнь приобретает яркие краски, возникает мотивация, возникает сила для жизни. Пациент живет дольше. Открывать хоспис приезжал временно исполняющий обязанности губернатора северной столицы Александр Беглов. Городоначальник отметил, что развитие палеотивной помощи – приоритетное направление в развитии города. Михаил Богданов, Александр Кривошеев. Новости ТБН.